Приветствую вас! С точки зрения психологии речь, конечно, идет о том, что вы находитесь достаточно сильно в состоянии жертвы. То есть в таком состоянии, когда склонны себя обвинить, ругать и так далее. Я бы сказал, что данное состояние является объектом для корректирования так или иначе. Потому что вы говорите про чувство вины за 30 рублей, вы говорите про то, что мужчина давал вам с неохотой деньги, вы говорите, что парни вам отказали, вы говорите, что кондуктор мог вас ругать и выгнать. То есть все очень сильно похоже на повышенную такую, знаете, тревожность, которая сама по себе, вероятно, для вас характерна. И мне думается, что в этом направлении вам желательно бы поработать. Потому что вам это очень сильно усложняет жизнь. То, что вы склонны себя обвинять вот так по поводу и, собственно, без повода. Вам это очень мешает и, в общем-то, создает такую достаточно серьезную тяжесть в общении с людьми. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И с этим моментом, конечно, можно поработать и можно вам помочь. так скажем, в преодолении данных аспектов. Вот. Вам можно в этом помочь. Я не думаю, что это будет чем-то таким откровенно трудным и тяжелым. Вот. Но, конечно, нужно ваше желание. Вот. Что касается освобождения от чувства вины, то здесь мне видится момент повышения своей собственной ценности, уверенности в себе. Вот. Коррекция собственной значимости. Вот. Потому что, ну, на данный момент, на данный момент вы относитесь к этой ситуации, как к какой-то очень, не знаете, трагичной ситуации. Хотя, на самом деле, ничего такого прям совсем трагичного не произошло. Человек, а, вам помог, потому что он хотел помочь, он мог помочь, он это сделал. А, с охотой он это делал или нет, это уже, на самом деле, не ваша проблема. Потому что это был его выбор. И вот, на самом деле, вся тонкость в том, чтобы научиться принимать выборы других людей. То есть, даже если они, к примеру, что-то делают с неохотой, да, то это не так важно, как конечный выбор человека. Вот. Поэтому здесь мне видится, вот, примерно, такой, примерно, ответ вам, ну, мне, по крайней мере, представляет, с точки зрения, с точки зрения психологии, такой ответ. Вот. Вот. А, но, другой момент заключается в том, захотите ли вы это корректировать, захотите ли вы это менять. Понимаете? То есть, вы спрашиваете про способы, которые, ну, которые можно использовать для того, чтобы освободиться энергетически. И, что вы, кстати, понимаете, энергетически это особая история, потому что психологи энергетический аспект воспринимают в контексте науки. Вот. Поэтому здесь, конечно, мне думается, что желательно, чтобы эти моменты были проработаны вами. Вот. Это то, что я мог бы вам сказать. То есть, хочу, чтобы вы правильно поняли, да, что необходимо определить причину, скажем так. Почему вы себя обвиняете, ну, почему вы стали себя обвинять, почему вы и начали себя обвинять. Вот. Раскрыть ее, и интегрировать ваше, скажем так, психическое ядро. Вот. Это то, что можно и нужно сделать. Это то, что вы можете сделать вместе со специалистом, вместе с психологом. Вот. Если, конечно, у вас такое желание будет. То есть, если у вас такого желания нет, то в таком случае, наверное, не стоит. Но если у вас такое желание есть, это точка психологии, работа, работа, чувство вины, да, которая родом, которая родом из детства практически всегда, вот, но связано с тем, как вы воспринимаете себя и других людей, вот, вам поможет освободиться от этого. Вот. Есть даже такое, ага, есть даже такое подозрение, что вы в какой-то степени специально решили, ну, специально решили, забыть, вот, взять у мужчины, у мужчины номер телефона, потому что это повод себя обвинять, а значит, проявлять, ну, внимание к себе, вот. Я не говорю, что вы всегда это делаете, но, вот, то есть, это возможно, то есть, возможно, ну, вот, такой вариант развития событий. Это очевидно. Ну, и вот наша, наша, наша задача, да, это добраться в первых причинах чувства вины вашего. Это можно ли это сделать? Да, конечно, можно. Требует ли это времени? Да, конечно, требует это времени. Это требует готовности от вас меняться и желания. Вот. Если вы, там, к примеру, считаете, ну, что вам это мешает, но желание это именно ваше, то есть, не наше, а именно ваше желание. Вот. Ну, и про жертвенность, про победку жертвы вы можете почитать в интернете, можете обратно написать, например, в поиске психологическое состояние жертвы, скажем. Вот. И я полагаю, что вы увидите ту общую информацию, которая вам даст представление о том, как вы себя ведете. Вот. Ну, как вы себя традиционируете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в утро-отно-ночь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.